Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я Таро Локи Практики. Сегодня мы гадаем на такую тему. Какая вы в его глазах? Какой он вас видит на сегодняшний день? Гадаем мы на трех колодах. Это у нас Таро Фамильяров. Также Ленорман Лунный Клэр. И Кипер. Такой набор, я считаю, магический и великолепный. У нас будет пять позиций. Выкладывать их буду на Таро Фамильяров. А остальные карты мы будем докладывать. Какой он вас видит на сегодня, какая вы в его глазах. Мы будем смотреть. Естественно, это гадание на возлюбленного. И помните, что можно загадывать и не одну позицию на своего возлюбленного. А также можно несколько людей загадать, о которых вы хотите знать, как они вас видят. Но это любовная тема. Помните об этом, что это любовная тема. И пока я выкладываю карты, вас приглашаю на индивидуальные расклады. У меня есть запись на завтра одна. Поэтому пишите. Может быть, вы успеете записаться. А также приглашаю на консультации по ясновидению и на ритуалы. Пишите мне в Вайбер, Ватсап, ВКонтакте, в Инстаграм, Телеграм. Я вам отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. В Инстаграм, в Телеграм. У нас канал в Телеграм есть. И у нас есть второй канал. Это канал о нашей жизни. Ссылка есть в описании к каждому видео моему. Итак. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиции. Какой он вас видит на сегодняшний день? Какая вы в его глазах? И мы начинаем. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. И напоминаю, видео всегда актуально в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если записано много лет назад. Итак. Белый камушек. И мы поехали с вами. Ну, здесь вышла карта звезда. Посмотрите, какая красивая звезда второго фамильяра. Звезда. Это значит, что человек вами восхищается. И даже превозносит вас на уровень небес. Небесных тел. Вы для него настоящая звезда. Куколка, прелесть. Та женщина, которой можно восхищаться всю жизнь. Человек боготворит вас, буквально боготворит. Он считает вас очень утонченный, прекрасный, нежный. Абсолютно приятный во всех отношениях. И то, как вы говорите. И то, как вы двигаетесь. И то, как вы одеваетесь. Какой у вас прекрасный стиль. Вы можете для других людей не представлять особого значения. Но для этого человека вы имеете первостепенное значение. Вы самая настоящая звезда. Это значит, что этот человек считает себя ниже вас. Ниже. Он считает, до вас невозможно дотянуться. Может быть, вы находитесь на расстоянии. Или даже в другой стране. Но это не важно. Даже если рядом. Человек как будто бы пытается все время протянуть руку к звездам. А ведь до звезд дотянуться невозможно. Вот так же он думает, что до вас невозможно дотянуться. В каком-то смысле. Может, в духовном. Может, он думает, что вы в духовном плане его очень превосходите. Может быть, в каких-то качествах характера. Или то, чего вы в жизни добились. Вот сильно превосходит его достижение. Как он думает. Это полное восхищение. Скорее всего, этот человек вас любит от души. И многое он о вас себе придумывает. Ну, как ни крути. Когда звезды так далеки. В небе. Мы много себе можем вообразить о них. Кто живет на тех планетах. В других галактиках. Какие там преобладают цвета. Яркие краски. Или, может быть, тусклые. И что там вообще может происходить. Может быть, там постоянно летает звездная пыль. А может быть, астероиды. Вот тут то же самое. Вы знаете, человек только может предполагать. Но всегда воображение рисует какие-то яркие, прекрасные картинки о вас. О вашем характере. О вашем образе. Давайте посмотрим Ленорман. Лунный эклэр. Эта колода как нельзя лучше отразит то, как человек вас воспринимает. Какой он вас видит. Что он о вас такое думает. Какое мнение у него. Видите, вышел ребенок. В этой колоде. Это прекрасная колода. Ребенок такой вот летящий. Изображен девочка на качелях. Смотрите. Вот вы такая девочка на качелях для него. Летящая, легкая, прекрасная, наивная. Понимаете? Конечно, это полное восхищение. Он считает вас в чем-то или меньше, или младше, или просто моложе. И хочется этому человеку вот вас как-то поставить на какой-то именно отдельный пьедестал. Понимаете? Что прикасаться сложно. Даже прикасаться. Вы знаете, такое ощущение невесомости, легкости. И когда с большим трепетом к кому-то относишься. Ты действительно иной раз в физическом плане боишься к этому человеку прикоснуться. Потому что вот как очень возвышенные чувства. Такие возвышенные именно идут. И, конечно, здесь видно очень-очень трепетное отношение к вам. Вы больше муза для этого человека. Именно муза, чем реально какая-то женщина. Он готов о вас писать книги, или стихи, или песни. Петь о вас. Музыку писать. Картины. Ваши картины. Давайте смотреть теперь Кипер. Его восприятие. Видите? Вот этот мейчер. Это мужчина старшего возраста. Он сидит и смотрит на глобус. Задумчивый в своем кабинете. Мечтательный. Он мечтает о том, чтобы объехать весь мир. Такое ощущение, что вы загадали кого-то, кто находится все-таки на расстоянии. Или просто, может, постоянно о вас мечтает. Ну, либо, если вы кого-то рядом загадали, то этот человек вот именно платонически привязан. И видит ваш образ, когда он тает, просто тает. Идет очень сильно восхищение. Может быть, у вас большая разница в возрасте. Поэтому вышел мужчина именно в возрастной. Да? Может такое быть. Либо есть такой вариант, что этот человек просто хочет за вас отвечать, как будто вы маленькая девочка. Даже если вы старше, он может вас воспринимать как кого-то, кого нужно именно защищать. Звезда, девочка. Вот видите? Ну, такая позиция номер один. Очень-очень нежная позиция, я бы сказала. Ну, какой он вас видит сегодня? Позиция номер два. Синий камушек. Давайте смотреть. Восьмерка жезлов. Ну, он вас видит яркой. Яркой и активной. То есть, для него вы человек, может быть, слишком активный. Есть такие люди. Он видит в вас какие-то лидерские качества. И суетливость, торопливость, когда вы стремитесь в жизни ко всему самому лучшему. Ну, уж больно как-то торопитесь и проявляете слишком много напора. Он вас воспринимает как вот эти летящие жезлы. Но тут есть и книги, вы знаете. То есть, вы умный для него человек или начитанный. Тот, у которого есть свои таланты какие-то. Тот, который имеет в жизни определенные цели. Он вас уважает за это, ценит. И, возможно, любит. Или испытывает страсть к вам. Потому что он вас видит человеком устремленным и страстным. А когда ты видишь в ком-то живую страсть, то, значит, ты сам испытуешь к человеку страсть. Ну, по крайней мере, если не телесную, то в голове она как-то проходит. Когда мы увлеченно о ком-то говорим и обсуждаем этого человека постоянно. В хорошем смысле, естественно. Хвалим постоянно, да. И подчеркиваем какие-то качества характера, которые нам очень нравятся. Ему нравится с вами обсуждать что-то. Вы готовы обсуждать? Я вижу здесь. Давайте еще смотреть. Ленорман Лунный Клэр для вас. Сердце выпало, сердце. Давайте сейчас сфокусируемся. Ну, сердце, оно всегда говорит о том, что он видит вас сердечным человеком, который все принимает близко к сердцу. Ну, конечно, восьмерка жезла в сердце. Вы слишком импульсивны для него. Этот человек видит вас очень импульсивной. Яркой, смешной. Которая может засмеяться над чем-то очень громко тут же потом. Если что-то растрогало, заплакать. Вы человек, который мало живет логикой, понимаете? Для него. Вот он считает вас, не знаю, там, ревнивой, яркой, разговорчивой, интересной, все что угодно, но только нелогичной. Ну, это из той поговорки, когда про женщины, мужчины про женщину говорят, что есть отдельный женский мозг, да? Отдельное женское сознание. Вот у него так все объясняется. Ну, это же женщина. Это же женщина. Вот так я ее и вижу. Женщиной, которая слишком много все принимает близко к сердцу и всему придает значение. Даже самим маленьким каким-то вещам. Даже каким-то случайностям. Может, вы много считаете даже знаков с окружающего пространства. Очень интуитивны. Все через сердце пропускаете. Ну, давайте еще смотреть. Кипер для вас. Официальная персона. Ну, иногда вы, как этот человек подчеркивает для себя, иногда вы можете брать себя в руки на самом деле. И если того требует ситуация и обстановка, вы будете вести себя довольно-таки пристойно, воспитанно. И уже не так смеяться громко и не плакать. А в каких-то общественных местах вы совершенно меняетесь. Или в каких-то обстановках, в каком-то другом коллективе. Или в другом обществе. Или с чужими людьми. Допустим, он для вас свой, а вы для него своя. А вот если чужие люди, вы резко меняетесь. На контрасте живете. И люди никогда не узнают, как он считает о том, что у вас на самом деле внутри вот эта импульсивность. Потому что вы с чужими людьми ведете себя очень официально. Ну, вот так он вас видит на сегодня. Перейдем к третьей позиции. Коричневый камушек. Как он вас сегодня видит? Какой он вас видит? Как воспринимает? Вышла карта королева жезлов. Ну, тут видите, королева жезлов. Это такая белая кошечка. Мур-мур, да? Он вас видит очень красивой, милой, сексуальной, приятной для себя. И в то же время дерзкой. У вас ядреный характер, как он считает. И спуску вы никому не дадите. И всего в жизни добились сами. Но под вашей самостоятельностью он видит все-таки это белая кошечка нежность. И он понимает, что вы хотели бы любви. Хотели бы, чтобы у вас кто-то заботился, несмотря на то, что у вас много лидерских качеств. И да, вы можете сказать там, ты это неправильно делаешь, давай я это сделаю я. И на самом деле подсознательно вы хотите, чтобы человек все равно сказал, нет, я сделаю это самостоятельно. Я не дам тебе это делать, это не женская работа. Это ваша мечта. И он это знает. И он видит, что вы не можете сдаться в плане внешности. Сколько бы вам ни было лет, вы будете стараться красоваться или как-то стараться сделать свой внешний вид лучше. Он так считает. Давайте смотреть Ленорман Лунный Эклер для вас. Якорь. Якорь показывает, что при всей вашей какой-то жизненной импульсивности, яркости, целеустремленности, в жизни, как он видит, вы уже в чем-то определились, состепенились. Может быть у вас есть постоянная деятельность, работа, или постоянное место жительства, откуда, как он считает, вы не будете переезжать. Или не хотите менять обстановку в жизни. И этому человеку кажется, что даже несмотря на то, что вы очень яркий человек, вам сложно взять и поменять все кардинально в своей жизни. Якорь, по сути, это человек более спокойный. То есть под спокойствием, под внешним спокойствием, вы можете скрывать импульсивность королевы жезлов. Это мнение чисто человека о вас. Якорь всегда хотел бы, чтобы в его жизни было все стабильно. Но иногда его поднимают, и корабль отправляется в плавание. Правильно же? И человек считает, что если бы оно стоило того, вы бы в это плавание отправились. Но пока бы все не проверили, вряд ли. То есть вряд ли вы доверяете людям на 100%, как считает этот человек. Давайте смотреть кипер. Вышла карта правосудия. Но тут идет именно судилище такое, да? Мужчину и женщину судья пытаются рассудить между собой. Возможно, у вас произошла какая-то ссора, конфликт с этим человеком. И он считает, что очень хотелось бы выяснить этот конфликт. И он считает, что вы очень принципиальный человек. И вряд ли отступитесь от какой-то своей идеи. Если между вами ссор не было, он просто видит вас очень принципиальной. Что у вас есть характер, что у вас есть набор каких-то определенных требований. И вы от этих требований отступать не собираетесь. То есть, допустим, требования женщины к мужчине. Как он должен себя вести, как он должен себя подавать, какие у него должны быть качества. И он знает, что если он не будет этим качествам соответствовать, вряд ли вы его оставите рядом с собой. Вот такая позиция. А мы перейдем к следующей. Зеленый камушек. Какой он сегодня вас видит? Давайте смотреть. Вышла карта Сила. Белая волчица или белый волк. Он видит вас очень сильным человеком, который прошел в жизни очень много испытаний, но энергетически силен. Сила, она говорит всегда о том, что человек вас воспринимает тем, кто готов проходить в жизни любые испытания. И тем, кто уже прошел кучу плохого в жизни. Понимаете, волк – это дух свободы. Он знает, что вы не сдадитесь ни от каких испытаний никогда. Что бы с вами ни происходило, у вас есть своё жизненное кредо. И что бы ни было с вами самого плохого, вы уже осознали себя как человек, как личность, как духовная личность. Он это знает про вас, что вас не согнут никакие трудности. Он также видит у вас какие-то способности, может быть, к экстрасенсорике, к эзотерике. И проницательность очень сильную. То есть как будто бы людей видите насквозь. Ну и, конечно, коммуникабельность. В разрезе того, что вы прошли в жизни много испытаний, этот человек знает, что вы умеете с людьми теперь ладить, договариваться и терпеть от них многое. Понимать их, как будто ставить себя на их место. Давайте смотреть, Ленорман, Луна и Клэр. Вышла карта письмо. Она, эта карта, описывает человека. Вот в его глазах вы умеете объединять, может быть, даже группы людей, да? Договариваться с людьми, быть коммуникабельной. Но в то же время, опять же, карты несут такой посыл, что человек очень хотел бы с вами поговорить о чем-то. Ну, все-таки письмо — это некоторые действия. Действия, когда ты пишешь кому-то или говоришь с кем-то о чем-то. И я могу сказать так, что да, с одной стороны, письмо может описывать вашу личность в его глазах, что вы умеете объединять людей, да, как он видит, и что у вас есть жизненная мудрость, житейская мудрость. Но, с другой стороны, как будто хочет написать или позвонить вам, поговорить с вами. Может быть, у вас что-то случилось, и вы не разговаривали. Либо человек хочет вам что-то объяснить или в чем-то признаться. Давайте посмотрим Кипер. Польная постель. Человек болеет, лежит в постели. К нему пришла медсестра. Такое ощущение, что человек из-за вас переживает очень сильно, страдает. Возможно, даже испытывает чувство вины или страха. Сейчас ему грустно. Я бы это так назвала. И его мнение о вас... Как о сильном человеке, но в то же время такое ощущение есть, что этому человеку есть же, что перед вами повинится. И, учитывая, что вы сильный человек, он не знает, насколько вы можете это принять или простить его за что-то. Ну, вот такая позиция. Перейдем к пятой позиции. Какой он видит вас сегодня? Розовый камушек. Давайте смотреть. Здесь вышла карта «Рыцарь Пентаклий». Но здесь тоже есть волк. Волк – это дух свободы. И луна, которая всегда связана с волком, она говорит о том, что человек видит в вас какие-то способности к экстрасенсорике и проницательности, эмпатию. Но в то же время этот человек знает, что больше дела – меньше слов. Вот это ваш девиз. Он считает вас человеком, практиком. Тем, который не любит бросать слов на ветер, а делает для людей что-то хорошее. Он не считает вас романтичной, к сожалению. Но он считает, что вы очень серьезно относитесь к окружающим. И если вы кого-то любите, то это навсегда. И несмотря на то, что у вас нет этой романтики, нюни, пуси, сюси, но зато вы всегда поддержите, обогреете и сделаете что-то хорошее для своих близких. А ведь это гораздо важнее, правда, когда ты надежный человек. Давайте смотреть, Ленорман, Луна и Клэр для вас. Давайте все-таки я достану сначала кипер. Хочу понять здесь кое-что. Потому что выпала коса, а когда она выпадает, я чувствую, что у человека несколько... Может быть, плохое мнение, понимаете? Но учитывая, что выпала рядом свадьба, скорее всего, вы расстались с этим человеком. То есть дело не в том, что у него плохое мнение о вас. Он восхищается вами и считает вас очень хорошим человеком, но коса со свадьбой, она означает, что вы или расстались, или развелись, или расссорились, понимаете? То есть тут идет факт, он вас воспринимает, его мнение о вас сейчас в том, что вы для него человек, с которым произошел разрыв, понимаете? В этом проблема. В этом вся суть. Что не в том, что он думает о вас плохо, не в том, что он вас считает стервой, там, например, нет. По косе могло бы быть такое, но если бы не карта свадьбы, да? А здесь как будто бы сорвалось, сорвались отношения, произошел разрыв именно, разрыв. И если это не так, возможно, это не ваша позиция просто. Потому что я не вижу тут именно какого-то плохого мнения. и я не вижу плохого отношения к вам. Но по карте Рыцарь Пентакли волк устал. Может, вы от чего-то устали в этих отношениях, или друг от друга. Вот он может так это воспринимать, и поэтому произошло что-то нехорошее. На самом деле человек считает вас прекрасным, ну, допустим, хотя бы другом по жизни. Пусть это не связано с сексуальностью, там, с романтикой, но, по крайней мере, хорошим человеком, надежным. Вот так. Ну, такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok